15-й день нашей экспедиции. Сокровенная Россия, 35 тысяч километров открытий со Шкода. Мы находимся в сердце Ставропольского края, у головного сооружения Невинномысского канала. Канал, которому больше 70 лет и сегодня играет огромную роль в экономике Ставропольского края. Для того, чтобы побольше узнать об этом уникальном сооружении, мы обратились к человеку, который посвятил ей всю свою трудовую биографию. До перестройки поливалось 150 тысяч гектар земель. Пьют воду и сейчас пьют полтора миллиона человек, в том числе город Ставрополь. Два района Ростовской области, семь районов Ставропольского края. Энергетика. На канале построено пять гидроэлектростанций. И водой канала Невинномысского пользуются два ГРЭС. Канал начали строить в 1935 году и строили вплоть до начала войны. Война помешала этому строительству. Но после того, как она закончилась, строительство продолжилось. В 1948 году это сооружение приняло такой облик, каким мы видим его сегодня. Но на сегодня наше путешествие не закончилось. Мы отправляемся в столицу Ставропольского края для того, чтобы сделать наш маршрут еще на несколько километров короче. Чуть меньше часа езды от Невинномысского канала, и вот мы уже в городе Ставрополье. Мы с вами находимся возле главной усадьбы знаменитой Павловой дачи. Одного из главных культурно-исторических объектов города Ставрополь. Для памятника подобного рода дача неплохо сохранилась. И это несмотря на то, что со времен, когда здесь жил ее хозяин, Лавр Ермолаевич Павлов, прошло более 200 лет. В памяти людей он остался благотворителем. Вряд ли кто больше, чем он, пожертвовал на нужды и процветание родного города. Пожалуй, красноречивее всего о благотворительности Лавра Павлова свидетельствует подлинный документ, сохранившийся в Государственном архиве Ставропольского края. Это духовное завещание, составленное им в августе 1883 года. Одна из статей завещания гласила, «Принадлежащую мне в третьей части города, близ так называемого Карабинского источника, усадьбу, в коей земли 25 321 квадратная сожень, со всеми постройками, фруктовым садом и дикорастущим лесом, завещаю в неотчуждаемую на вечное время собственность города Ставрополя». Согласитесь, неплохой подарок. В 1995 году Павлова дача получила статус историко-культурной и природно-заповедной территории. Так была восстановлена связь времен и отдана дань светлой памяти Лавра Ермолаевича Павлова, с именем которого связана история усадьбы. На 16-й день экспедиции мы в столице республики Калмыкия, в городе Элиста. Из всего множества культурных, исторических, религиозных памятников этой республики мы выбрали едва ли не самый главный. Он был открыт 29 декабря 1996 года, в годовщину депортации калмыкского народа, а также в память о жертвах политических репрессий. Мемориальный комплекс состоит из нескольких элементов. Собственного памятника, который носит название «Исход и возвращение», стоящего на вершине искусственно созданного кургана, железнодорожного вагона и мемориальной таблички. Подъем к памятнику осуществляется по спиральной дорожке, которая по часовой стрелке обвивает курган, повторяя обряд обхода буддийского храма. В подножии кургана находится железнодорожный вагон, на котором увозили калмыков в Сибирь. Метафизичность, с которой автор подошел к созданию мемориала «Исход и возвращение», заставляет зрителя видеть все новые и новые образы в скульптуре. Здесь можно увидеть насилие и скорбь, олицетворенные мечами, штыками и птицей, обернутой в металл. Мемориальный комплекс «Исход и возвращение» несомненно является одним из самых мощных в новейшей истории народов нашей страны. Истории, в которой, к сожалению, были и такие страницы. Мы покидаем Калмыкию и берем курс в Волгоградскую область. А по дороге мы побываем в Астрахани и увидим один из старых памятников ее архитектуры – здание товарно-промышленной биржи. Наша колонна из трех автомобилей «Шкода» пересекает пространство на границе калмыцких и астраханских степей. Приличная скорость, экономный расход бензина и вежливость участников довольно оживленного движения – все это делает перегон из региона в регион достаточно благоприятным с точки зрения безопасности и комфорта. В XIX веке Астрахань становилась крупнейшим торговым и промышленным центром России. В ее порту останавливалось все большее количество кораблей. Здесь концентрировались заводы, предприятия. В 1910 году было принято решение о выделении земли возле Путумовского моста для строительства торгово-промышленной биржи. Однако деловой центр, как сказали бы сегодня, задержался здесь ненадолго. Уже в 1918 году его занял политотдел Волгской Каспийской флотилии. Затем сооружение продолжало переходить из рук в руки. В разное время здесь располагались фипография, столовая и грибной парусный клуб. Городской ЗАГС Астрахани поселился в здании торгово-промышленной биржи лишь в 1964 году. В 2006 году начались работы по реконструкции старинного сооружения. Была полностью отремонтирована фасадная и кровельная части здания. Восстановлена лепнина и интерьер. Установлена ночная подсветка. Сегодня это один из символов города. Редактор субтитров А.Семкин